В эти дни в Израиле находится весьма необычная делегация из Германии. В ее составе потомки офицеров СС и солдат вермахта, которые прибыли на святую землю для того, чтобы покаяться за дела своих предков. Рассказывает Людмила Зузовская. Такое короткое и емкое слово покаяние звучало не один раз здесь и сегодня. На встрече бывших узников гетто и концлагерей с потомками бывших офицеров СС, солдат вермахта, всех тех, кто принимал участие в уничтожении 6 миллионов евреев. Лучше поздно, чем никогда. Долгую завесу послевоенного молчания решили прервать проправнуки участников трагических событий Второй мировой. И без того слова покаяния запоздали на добрые 60 лет на несколько поколений респектабельных бюргерских семейств из немецкого городка Тюбинген. В свое время предпочитавших молчать. В разговорах с бабушкой мне удалось прервать долгую пелену молчания. Мой дед был врачом психиатрической больницы в Берлине. Лечил в том числе и еврейских детей. Точнее, проводил над ними опыты. Многие впоследствии умерли. Моя семья долго молчала, пока не удалось узнать о том, что прадедушка был писарем в концлагере Дахау. Добровольцем пошел в СС. А позже я узнала, что у эсэсовцев в концлагерях была ротация. Они принимали участие во всем. И мой прадед тоже участвовал в расстрелах. Я хочу попросить прощения за то, что причинил вам мой народ. Историческое покаяние своей юной паствы еще несколько лет назад затеял глава местной Евангельской церкви Йост Битнер. Переворошив историю городка с нескучным нацистским прошлым, в Тюбингене начинали свою карьеру 300 офицеров СС, позже руководивших массовыми расстрелами евреев. Пастырь помог ребятам прервать всеобщий заговор молчания. Затем маршем в жизни пешком они прошли через Польшу. А с Венцем, Майданок, Сабибор побывали под Киевом в Бабьем Яру. Я сама из Германии. Мои прадеды участвовали во Второй мировой войне, но никогда не рассказывали об этом. Мне было важно прервать это молчание. И еще один факт. Юные евангелисты из Тюбингена носят на шеи магендавиды. С удовольствием танцуют еврейские танцы, просыпаются под шма Исраэль, поскольку Израиль считают своей второй родиной. Сегодня, когда пытаются опровергать факт Холокоста, как будто ничего не произошло, нам очень важно быть здесь. Мы, как немцы, чувствуем свою ответственность за те события. И молодые немцы не хотят молчать, хотя рассказывать о нацистском прошлом своих предков им очень непросто. По правде говоря, сегодня непросто было и тем, и другим. Одним сквозь слезы произносить слова покаяния, другим прощать. Слов не хватало, горло сдавливало, говорит, невозможно, вспоминаешь, что пережито, и как можно было остаться в живых. И тут приходят люди, потомки тех, которые нас уничтожали, убивали, приходят и просят перед нами прощения. Они вспоминали Штутов. Моя мама погибла в Штутове. Они вспоминали Даухов. Мой папа был в Даухове. Моего брата сожгли. И мои папины пять братьев отправили на девятый форт всей семьей. Конечно, дети не отвечают за родителей, но это очень тяжелое. Прощать. И они ни в чем не виноваты за деяния их отцов и дедов. Но это очень тяжело слышать и слушать об этом. Видимо, поэтому прелюдией для непростых признаний стали еврейские танцы в исполнении потомков немецких бюргеров. Это потом они заговорили и все заплакали. И встреча получилась про жизнь и смерть, про мир и войну, про слезы и покаяние. Людмила Зузовская, Владимир Плотки, служба новостей 9 канала.